Открывалась, открывалась. Открывалась, открывалась. Открывалась, открывалась. Это было в лесах всемирно известных российских танцовщиков, таких как Уланова или Барышников. Балет в России больше, чем танец. Это национальное достояние. Русская школа балета по-прежнему считается лучшей в мире, а балетная труппа Большого театра – образцовой. Танцевать на сцене Большого мечтают все артисты балета. Анжелине Воронцовой всего 19 лет, но уже второй сезон она танцует в Большом, причем в сольные партии. По признанию педагогов, молодая балерина имеет идеальное для этого вида искусство телосложения. В плотном графике репетиции и спектаклей Анжелина все же нашла время, чтобы прийти к нам в гости. У нас сегодня в студии Анжелина. Здравствуйте, Анжелина. Здравствуйте. Многие девочки с детства мечтают стать балериной. Это волшебная атмосфера, музыка, принцип. Ты можешь сказать, что балет – это твоя детская мечта? Я чувствилась. В 5 лет, я помню точно, что у меня такая мечта возникла, она сменилась другой мечтой – стать олимпийской чемпионкой. Потому что я начала заниматься художественной гимнастикой, и для меня уже балет не представлял собой такой интерес, как спорт. И спорт для меня на 6 лет стал главной мечтой и идеей, в котором я себя хотела реализовать. Анжелина, а как так получилось, что ты поставила гимнастику и перешла к балету? Ну, в гимнастике в какой-то момент я поняла, что достигла своего максимума, что больше я не хочу этим заниматься. И вот, когда моя мама предложила пойти в хореографическое училище, именно она меня туда направила, я согласилась. Но не без семейных баталий, потому что я не хотела идти в балет, потому что я считала, что это очень легко. Да, то есть, вот это вот внешняя такая оболочка, что это такие ильфы, принцессы, все это так легко, они скачут на пуантах, вращаются. И вот, когда я пришла в балет, я поняла, что это совсем легко. Это совсем другая нагрузка, во-первых, нежели чем художественная гимнастика. Многие хотели бы научиться танцевать, ведь умение красиво двигаться делает привлекательным любого, а умение владеть своим телом придаёт уверенности даже самому закрепощённому человеку. Я хотела бы научиться танцевать, я сама танцую, да, я занимаюсь танцевым голуболом, джос-фанком. Я занималась балетом, молодец, здоровье, 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 здоровье. Да, хотела и современные танцы. Ну, не знаю, вот балет, классика, бедериня, мне кажется, больше современный, молодёжный и сейчас как популярный. Допустим, свадьба будет, да, как же я могу с женщиной? Вы же понимаете, да? Крассические танцы – это самое красивое, что сейчас есть. Да, я занимался балльными танцами целых четыре года. Правда, я их бросил, слава богу, потому что надоела длительная профессия, тренировка и занимались спортом. Что-то я в стиле лодина любила, когда я в стиле лодина любила, когда я в стиле лодина послевала. Серьезно мне, потому что вы не такая маленькая, может быть там зажигательная, ритма, все другое. Спасибо, вы делаете, все. Сколько нужно учиться, чтобы стать профессиональным танцором? Всю жизнь, наверное, да. Но вообще официальное образование – это составляет 8 лет. То есть ты приходишь в первый балетный класс, это пятый класс общеобразовательной школы. И учишься в течение 8 лет. Но ты должен продолжать себя чувствовать учеником, когда ты работаешь с педагогом, когда идет репетиция. То есть также нужно внимательно слушать, как будто бы тебе 8 лет или 10. Также должен вникать в каждое замечание. И даже с семьей принимать критику, да, это тоже важно. В Большом театре с Анжелиной работает ведущий танцовщик Николай Цискоридзе. Далеко не каждому дебютанту достается такой опытный, но очень требовательный партнер и педагог. Далеко не каждому дебютанту, но очень требовательный партнер. Их шла в балет, нужно его обманать. Их шла в балет, чтобы подальше на 3 года. Их шла в всего 5 лет. Из них 4 года творог. Материал есть, вы правы. Материал есть, бесподобный. Талант русская земля не скудела. И не дай бог реабиловать, что никогда не скуде. Но момент образования... Очень немного зависит от того, как тебе поставили голос, да, как тебе поставили руку, тебе не... Вот это же звук зависит от того. То же самое у нас. Когда мы встретились, я с ним очень чувствую, ну да. Как будто она пришла в первый класс. Несмотря на то, что она была к этому моменту живая вверх к 3-х конкурсам. Золотой вверх. Никто его передали. Потому что, как бы, вот педагоги, они что делали? Они использовали это, и он с ребенком. Когда до 18-ти лет, он многие вещи не чувствует. Он делает все респективно. И после 18-ти лет, как раз начинается эти трагедии, с травмами и так далее. Мне очень нравится, что она девушка очень легупая, очень легупая и очень действительно хотящая понять, прежде всего. И, как бы, я всегда, если я с кем-то работаю, я прошу на своем семейство. Оно главное. Поклонники твоего искусства, мы долго перечисляем твои достоинства, что тебе было дано на прождение, что ты сама добилась. А что в тебе открыли и развили педагоги? Это просто очень большой, больше половины. Потому что одно дело, то, что дано природе, это нужно еще реализовать. Особенно в нашем деле это очень важно. То есть, каждодневные занятия, вот эти у станка, они формируют наши мышцы, наше движение рук, ног. И это очень важно. Потому что на сцене иногда некогда задумываться о каких-то мельчайших деталях. Ты работаешь над своим образом, над своим характером. А вот именно вот эта техника, это все вырабатывается в залах, в классе. И, конечно же, вот Николай Максимович, на сцене, он очень мне много дает. И вот за эти полтора года, которые мы с вами работали, на институте, наверное, я продвинулась за все... Так, как за все годы моего учения в Более. Жизнь далеко не как шедевная балерина старинцев и приглашает на главную сцену страны. Тебе повезло или все было в экономике? Ну, наверное, все-таки повезло в том плане, что мне эту путевку в жизнь дал конкурс «Арабес», который проходил в городе Перми. Я туда поехала, еще будучи студенткой в Воронежском хореографическом училище. И вот этот конкурс, который я вызвала, получил премию, виноград, он мне открыл дорогу передо мной дальше, в которую жизнь, в которой я могу ступить. И вот мне предложили обучение в Академии хореографии. Продолжение следует...